Ежедневно наше население прорастает на 219 тысяч человек. Более того, мало того, что мы растем, мы стали еще больше кушать. Если среднее ежедневное, среднестатистическое потребление продуктов питания в 1960 году в сутки для среднего землянина составляло 2600 калорий в день, то сейчас эта цифра возросла на 20%. Что же ждет нас еще в обозримом будущем? Заметный прирост народного населения к 2050 году будет происходить на фоне невозможности увеличения поселения площадей для возделания сельскохозяйственной культуры. И это основная, скажем так, тревожная тема, которая сегодня в устах и внимах очень многих политиков и предприятий бизнеса. Более того, сельскохозяйственные площади будут сокращаться, они будут вводиться из сельхозоборотов. Для целей строительства, прохладной коммуникации, из-за загрязнений и так далее. За последние годы возникла еще одна тревожная тенденция. Все больше сельскохозяйственных условий использовался под производство биоэтанолов. Наряду с морально составляющей, эта тенденция может стать серьезным ревентирующим фактором для развития животноводства. В связи с такими утверждениями, где-то возникают опасения, что мир исчерпал возможности дальнейшего увеличения производства продовольствия и корма для животных. Кроме того, есть еще некоторые моменты, на которые не надо обратить внимание. Мы наблюдаем тенденцию изменения соотношений между городским и сельским населением. Урганизация достигла такого уровня, что количество людей, производящих сельхозпродукцию, стремительно уменьшается. Количество людей, которые потребляют, естественно, увеличивается. Дополнительным негативным фактором является ухудшение природных климатических условий. Так прогнозируется повышение среднегодовой температуры на 4 градуса в прогрессии до 2050 года. И для некоторых регионов, для растеневодства, в некоторых регионах это совершенно серьезный фактор. Что же касается России, то в данном случае для нас это положительный фактор, и мы из зоны рискованного земледелия можем прийти в более стабильный валовый объем производства продуктов растеневодства. Кроме того, Россия является одной из очень немногих стран, где еще есть потенциал расширения сельхозпродукции за счет рекультивации и освоения неиспользуемых земель.